Пока все собираются, давайте обозначим, что мы сегодня будем обсуждать вообще в целом. Сертификат – потрясающая история. Напишите, если вы уже используете их в своем бизнесе или бизнес ваших клиентов. Сегодня у нас будет две задачи у сегодняшнего вебинара. Первая – это систематизация знаний о том, что такое сертификат, как его использовать. Мы проговорим еще раз, что это и как еще его можно раздавать, для каких задач его можно раздавать и в каких конкретных задачах бизнеса, в конкретных примерах, кейсах это можно использовать. И здесь может быть даже СССР поделиться какой-то статистикой клиентов, с которыми она уже пробовала использовать сертификаты. И второй момент – после того, как мы проговорим в целом, как использовать сертификаты, мы обсудим новые возможности. Неделю назад состоялось обновление, в рамках которого появилась возможность создавать отложенные сертификаты, которые начинают действовать не сразу, а через какое-то время. И это открывает новые интересные возможности. Об этом мы тоже проговорим в конце нашего вебинара. А сейчас давайте будем начинать. СССР, ты, пожалуйста, если у тебя будет что добавить, не стесняйся меня, перебивай, дополняй, потому что мы сейчас будем разговаривать про сертификаты в целом. В чате не вижу ни от кого ничего. Вы можете писать нам, напишите что-нибудь, пожалуйста, уважаемые зрители. У вас целых 52 человека. Вы здесь, как нас слышно. Так, почему-то я не вижу вопросов. Вижу только ответы на вопрос. СССР, ты видишь то, что пишут люди? Да, вижу. В чате пишут. Отлично. Видимо, у меня что-то с чатом. Ну, окей. Будешь зачитывать самое важное. Хорошо. Хорошо. Поехали. Итак, сегодня мы обсуждаем сертификаты. Почему это важно? Потому что сертификаты на данный момент это один из самых действенных, действительно, и самых конверсионных инструментов в маркетинге UDS. Я думаю, что большинство из присутствующих здесь уже знают, как это работает, но мы проговорим на всякий случай, потому что этот вебинар будет подцеп, все, он можно будет использовать в дальнейшем, отправлять к кому-нибудь, пересматривать и так далее. Наша миссия заключается в том, что мы делаем современные маркетинговые решения, доступные малому бизнесу. И вот уже 10 лет мы всякие крутые штуки делаем за небольшую, совсем понеску оплату за предпринимателей. И сертификаты – это как раз-таки пример потрясающего инструмента, который позволяет со своей клиентской базой работать. Мы не просто так раздаем баллы, а цифровываем базу. Мы делаем это для того, чтобы потом на нее воздействовать, делать приятно нашим клиентам, делать выгоды нашим клиентам, чтобы они вернулись к нам, совершили покупку. И сертификат становится лучше и лучше, что позволяет это сделать более точечно, более адресно. Теперь, например, можно сертификат раздать, который будет действовать в конкретный день или конкретный период. Что такое сертификат? Обычно программа лояльности, бонусная программа, она ассоциируется с классическими баллами, кэшбэком. И это действительно крутая история. Она у нас есть, и тысячи компаний этим пользуются. Но чтобы усилить ощущение выгодности, чтобы усилить оффер и вернуть конкретных клиентов в конкретный день, на конкретный товар, существует потрясающая история, которая называется сертификат. В чем отличие сертификата от обычных баллов? Первое, что сертификат имеет собственные правила, бонусная программа. Если, например, в вашей бонусной программе можно списывать только 10-15% от счета, остальное нужно оплачивать деньгами, то сертификат можно создать и выдать такой, которым можно погасить 50% счета или, например, 100% счета. Это первое важное отличие. Второе важное отличие заключается в том, что у сертификата есть дата выдачи, которая может не совпадать, например, с датой покупки или… Точнее, хотел сказать, есть дата не просто выдача, а есть дата активации. То есть вы можете выдать сертификат сейчас, а сертификат активируется через неделю или перед каким-то праздником, например. И у сертификата есть дата сгорания, отдельная от бонусного счета. То есть вы можете выдать сертификат, который сгорит буквально через 3 дня, и тем самым мотивировать клиента на покупку. Что важно, клиенту отправляется пуш-уведомление, когда клиент получает сертификат, когда сертификат сгорит, накануне клиент получает уведомление, и если сертификат отложенный, то пуш-уведомление отправится еще в момент активации, но об этом мы позже детально проговорим, там есть свои нюансы. Сертификат, кроме всего этого, имеет свой визуал, то есть вы можете загрузить классную картинку, это может быть фотография вашего интерьера, блюд, это может быть какое-нибудь классное задизайненное изображение, но все это вместе, по сути, составляет классный, приятный, красивый, стилизованный оффер для ваших клиентов, который решает конкретную бизнес-задачу. Вы можете настраивать номинал, визуал, правила использования этого сертификата и так далее. Видно, да? Я как раз хочу показать, как это выглядит на примере. Вот мы начали тестировать вот это обновление, раздали всем на 7 дней 19 февраля, и дата окончания 25 февраля, то есть ровно 7 дней. Раздалось 74 310, это вручную мы раздали сертификат. Номинал 1000 баллов, 15% можно было списать. И смотрите, посмотрела 995 человек, это 1,34% от общего числа выданных сертификатов. Это уже воронка. И использовала 57 человек, это уже 5,7% от просмотренного количества людей. И доход составил 115 тысяч. То есть на ровном месте 115 206 бизнес получил благодаря обновленному сертификату. Да, вот здесь вот видно у СССР, что по сути сертификат – это вот такая запакованная история. Здесь сразу визуал и все-все-все настройки бонусной программы и так далее. Давайте пока вернемся к презентации. Что важно еще знать про сертификат? СССР уже очень классно показало, что по каждому сертификату можно видеть статистику и таким образом отслеживать эффективность любой маркетинговой истории. Мы рекомендуем пробовать по-разному, создавать сертификаты с различным номиналом, с различным визуалом, с различными правилами использования и смотреть, как это влияет на конверсию. Очень важно влиять на все цифры. Если мы видим, что выданных сертификатов много, а просмотрены не так много, как хотелось бы, как на этом экране, значит, стоит поработать над скриптом сотрудников, например, и рассказывать, что вы знаете, что в мобильном приложении мы регулярно выдаем нашим постоянным клиентам особые скидки, подачные сертификаты. А у вас точно включено пуш-овыдомление? Давайте посмотрим. И сотрудник помогает клиенту разобраться и включить пуш-овыдомление. Или, например, можно в соцсетях рассказывать о том, что в приложении UDS появляются подарочные сертификаты, поэтому это приложение не надо удалять, а надо включать пуш-овыдомление. Компании, которые осознанно работают с вот этим этапом воронки про чтение, у них, конечно, гораздо больше процентов их клиентов видят сам сертификат. Следующий этап воронки – это использование сертификатов. То есть сколько человек из тех, кто просмотрел сертификат, пришли и использовали его. Здесь, если процент низкий, можно сделать предположение, что здесь оффер невкусный, неинтересный, и можно попробовать сделать больше процент списания сертификатов или больше номиналов. Или практически показывает, как ни парадоксально, что даже картинка, которая в сертификате, она может повлиять на конверсию в использовании. И, как ССЭК уже показал, самая главная цифра – это сколько денег принес сертификат. Это мы тоже показываем на страничке сертификаты. Поэтому, конечно, всем советуем именно этот способ работать с клиентской базой использовать и запускать раздачу сертификатов разными способами. Минутка полезной статистики – это эксклюзивные цифры, больше вы их нигде не увидели. Это график, который показывает динамику покупок сертификатами помесячно. Мы видим, что она растет. И вот буквально в декабре этого года, в декабре прошлого, 2023 года, был рекорд. Более 130 тысяч покупок сертификатами в течение месяца состоялось. Этот инструмент классно себя показал, видимо, на предновогодних каких-то распродажах. И предприниматели раздали много сертификатов. И, соответственно, много клиентов пришло, и эти сертификаты потратили. Теперь перейдем к следующему вопросу. Как раздавать сертификат? Как, в общем-то, вашим клиентам донести вот эту вот ценность? И здесь вариантов очень много, самых разных. Первый способ, о котором хочется рассказать, это раздача сертификата по ссылке. Когда вы создаете сертификат, вы можете выбрать способ раздачи по ссылке и просто скопировать ссылочку на получение сертификата. Эту ссылку можно использовать где угодно, вообще в любых соцсетях, в WhatsApp-рассылке. С СССР, у тебя есть какие-нибудь классные примеры того, как сертификат по ссылке создавался? Прямо вот отличительно от стандартных способов. Еще можно по ссылке, он же преобразовать в QR-код и делать до продажи. Я даже могу показать, как это делали. Сейчас покажу, поделиться. Видно, да? Да, одинаковый экран. Давайте отметим важный момент. Сейчас СССР показывает админку реальной компании, компании TopPlan из Улан-Удэ. Компания TopPlan разрешила СССР показывать данные сертификата. То есть это не просто так? Да, все легально. Все легально. Предприниматель разрешил делиться результатами. Да, но я так и объяснила, для чего мы хотим показать, как сказать, пруфные кейсы, да, потому что, чтобы предприниматели из других ниш бизнеса, да, городов, стран, видели, как можно работать правильно, да, и эффективно. Вот. И сейчас я показываю. Сережа, видно, да, этот сертификат в лотерее? Да, да, мы видим. Они, смотрите, какая механика была. Покупатели, которые совершили покупку на полторы тысячи рублей, получали еще беспроигрышную лотерею, им нужно было выбрать еще бумажки, чтобы получить какой-то приз. Ну, там, конечно, 80% это были, скидка 30%, и она была в виде QR-кода, который давали сканировать продавцы магазина. То есть вот 116 человек получили этот сертификат с повышенным списанием 30%, 110, ой, 1100 баллов они дарили. То есть у них стандартное вообще списание по сертификатам 15%, тут в два раза больше. Ну, и, соответственно, они еще делали таким образом до продажи на месте, 116, смотрите, выиграла, да, в этой беспроигрышной лотерее, и 49 человек использовали, то есть, ну, больше, ну, чуть-чуть меньше, там, чем 50-40 с чем-то, да, процентов использовали, и таким образом еще доход принесли в 212 тысяч. То есть, ну, казалось бы, человек и так уже купил, да, потратил все, что мог, да, но когда ему предложили еще более выгодный сертификат, люди, конечно же, этим пользуются. То есть вот, назвать... То есть смотри, я правильно понимаю, что взяли ссылку на сертификат, напечатали на какой-то там картонке, да, и когда человек в лотерею вытягивает, что он выиграл сертификат, ему показывают QR-код сотрудник. Он сканирует QR-код. Они его скотчем, они его скотчем вот так вот приклеили к краешку стола, и вот так вот его раз, поднимают, ну, он только побольше, конечно, и показывают, тут как раз вот был QR-код какой-то, ну, условно, да. То есть они вот уже бизнес-процесс так отладили, раз, его так показывают, поднимают с краешка стола, да, и люди сканируют. Вот это очень интересный пример, на самом деле, как без больших затрат можно получить доход на допродажах просто. То есть фактически что сделали? Создали сертификат UDS, напечатали бумажку, сделали скрипт сотрудникам, сделали лотерейку, и вот раз, 212 тысяч сверку. Да, ну, это гениально в том плане, что человек уже пришел, и надо его максимально затарить, да, чтобы он максимально потратил денег, потому что он уже пришел, он уже стоит, ему нужно прямо продавать и допродавать, вовлекать и вовлекать в свои товары, в свои услуги. Поэтому, ну, мне кажется, это вообще гениально, просто, просто гениально. И еще пример какой, да, можно сделать сертификат по ссылке и уже скопировать эту ссылку и добавить в автоответы, где мы просим поставить нам пятерку еще в 2GIS там, ну, или в отзывиках каких там нужно, да, кому где нужно. И за это заранее поблагодарить и сказать, вот вам еще за это наша благодарность в виде сертификата. То есть, таким образом, ну, мы, конечно, мы не проверим, получил он там, сделал он или не сделал, но, ну, как правило, делают, и заодно мы сразу благодарим за вот эти действия. Мне вот очень нравится история с соцсетями, то есть у меня вот следующая слайд, она сразу идет. Это тоже круто работает. Что мы можем сделать, да, с этой ссылкой? Первое, что приходит в голову, это каким-то образом охватить аудиторию в соцсетях, которые у вас уже есть. Скорее всего, если у вас есть бренд, то вы создали страничку в соцсетях, или, возможно, там есть подписчики, возможно, их даже несколько сотен, там, у кого-то несколько тысяч подписчиков, у каких-то бизнесов. Все ли из этих бизнесов есть в вашей клиентской базе? Скорее всего, нет. У всех ли из них включено пуш-уведомление в приложении UDS? Да точно не у всех. И если мы будем правильно работать с соцсетями, с этой, по сути, базой подписчиков, то у нас появляется еще одна точка воздействия, еще одна точка конверсии. По сути, у вас есть вторая, как бы, клиентская база в соцсетях. Что мы можем делать? Мы можем брать посты, или мы можем брать stories, там, вконтакте, в запрещенной соцсети. Можем скопировать ссылку на сертификат и, вот, в общем-то, прикрепить ее при помощи специальной кнопочки ссылки. Это конкретный пример компании Bauhaus из Казани, которые пытались обеспечить посадку в начале недели, когда была плохая погода, когда никто к ним не приходил. Они создали сертификат и прикрепили их в stories. В общем-то, конверсия была. Люди такие, опа, ничего себе, 100 рублей на халяву. Пойду большую скидочку, сделаю себе, когда буду покупать стритфуд. История классная. Компания экспериментировала в дальнейшем с этим совсем. Они размещали сертификат разного номинала. Они размещали сертификат, у которого были, опять-таки, разные правила списания. Это все тоже влияло на конверсию. И, опять-таки, вы можете смотреть, кто и как этот сертификат просматривает и использует в дальнейшем. Потрясающая тоже история. Все бесплатно в рамках абонентской платы UDS используйте. Все зависит от вовлеченности собственника, от того, насколько он готов потратить время на взаимодействие со своими клиентами, со своей базой, со своими подписчиками. И небольшие такие эксперименты, они могут принести действительно деньги. Как вот, например, SEC показывала оборот с сертификатом 200 тысяч. А еще можно, да, я хотела сказать, можно в соцсетях таким образом проверить эффективность блогеров, инфлюенсеров, в общем, у кого рекламу закупают именно через соцсети. И мы вот реально можем уже понимать сегодня, кто очень эффективно раздал по ссылке наши сертификаты. У меня был пример, больше 300 лидов, даже не лидов, а пользователей новых пришло по сторису. Ну, ладно, у одной девушки, молодой блогер. Они делали кросс-маркетинг, магазин парфюмерии. То есть мы новых клиентов получили, да, больше 300 человек, 350 с чем-то. И сертификаты раздали. Сейчас не помню, нужно смотреть, сколько там денег пришло. Но в тот момент больше 300 сертификатов взяли. Это за сутки, как сторис вот висит в нее. Но это очень крутой результат. И я уже для себя тоже так отметила и всем говорила, что вот этот блогер очень эффективный. Сосека, давай, раз уж ты можешь показывать экран, давай покажем просто, как взять ссылку на сертификат. Что для этого нужно сделать в консоль? Я думаю, что они все знают. Это очень просто. Вот эту ссылку, которую Сосек сейчас покажет, как скопировать, мы действительно можем создать сертификат для инфлюенсера, который есть в городе. Так, видно, да? Да, да. А мне нужно новую или я могу не новую? Да, на текущую. Мы сейчас не будем ее нигде светить, наверное, я. Конечно, у нас QR-код появится, но мы же доверяем всем, кто здесь есть. Вы же не будете ее светить. Вот, давай. Вы же не будете сконировать QR-код. Да. Нажимаем скопировать ссылку. Мы скопировать. И, ну, давай я вот сюда ее выложу, да? И таким образом вот эту ссылку я передаю уже тому, ну, допустим, блогеру, да, и говорю, это твоя уникальная ссылка, она именем тебя названа, и ты можешь по этой ссылке уже дарить 500 рублей всем своим подписчикам. Да. Если они придут по ссылке. Эту ссылку можно в своих соцсетях размещать. Эту ссылку можно засунуть в QR-код и, например, куда-нибудь тоже, какое-нибудь место, там, не знаю, реклама в лифте, реклама на счетах, реклама в газете, это вообще все, что угодно, на что хватит вашей фантазии. Да, на скамейне, в парке. И самое главное, что это реклама, которую можно замерить, потому что вы вполне четко увидите, вот, как на этой страничке, сколько сертификатов выдано и сколько из них было использовано действительно. Давайте пойдем дальше. По QR-коду, как я уже сказал, можно использовать огромное тоже количество сценариев, как можно раздавать. Например, можно печатать эти QR-коды на каких-нибудь, не знаю, там, красивых штуках и развешивать скидку с разрешения, там, в каком-нибудь другом заведении. Можно напечатать на флайерах и раздать. Можно проверить огромное количество гипотез. И вы увидите, сколько человек сканировал QR-код, который вы где-либо напечатали. Можно напечатать, как ССЭК рассказал, на красивой бумажечке и просто давать гостям по какой-то специальной акции на кассе. ССЭК, у тебя с QR-кодами были какие-нибудь еще истории интересные? С QR-кодами. Вот данная компания тоже, да, они делают рассылки через QR-код. Также как промоутеры. То есть у них компания находится в Цоколе торгового центра, а промоутер стоит на первом этаже и сразу трафик, получается, раздает эти QR-код, да, ну, листовки там, QR-код, и просит отсканировать и дарит сразу на месте 500 рублей. Очень эффективная работа. Таким образом промоутеры не просто тупо там все раздали, да, бумажки на выброс, а с мотивацией, что вот сейчас скачай, иди там стекло бесплатно поменяй, и вот тебе еще 500 рублей. Это очень классно работает. В лифтах мы делали, ну, в лифтах у нас, мне кажется, очень долгая должна быть история. У нас стоит один такой клиент, мебельная компания «Контакт», он там годами стоит, и у него QR-код есть, и мы видим, что есть оцифровка. Но она такая очень медленная, то есть, мне кажется, это прям такой очень долгий тест, пока люди привыкнут, да, это тоже узнаваемость, вообще, что делается эти. Ну, в лифтах, как правило, мы поняли, что сильно нет такой конверсии хорошей, поэтому в газетах тоже не очень, мы тоже пробовали. В общем, самое классное, это, да, там, где люди, я в 2GIS, кстати, тоже мы размещались 2 месяца, есть результат, но он такой, я бы не сказала, что он такой нехороший, неплохой, просто это нужно очень долго, как говорится, висеть, да, чтобы люди несколько раз видели-видели и переходили по ссылкам. А что вы, вы размещали ссылку на сертификат в 2GIS? Да, мы в 2GIS, сейчас я попробую найти, мы в 2GIS размещали в кнопку действия ссылку на топлинг, а там уже списком было все, что мы хотели всех разместить. Сейчас, давай я включу, показать экран, запустить экран. Это вообще новые механики, вот вы слышали про такую погиб ссылку. Видно, да? Да. Уход UDS, заберите баллы, нажимаем. Сейчас. И мы переходим в топлинг, и я, здесь мы разместили компании, которые, вот, дарят, допустим, вот, контакт. Вот. Ну, это с компьютера так выходит. Мы пока не видим, СССР. Ты вот нажала на кнопку или нет? Да. Что там открывается? Да, мы, к сожалению, видим только сам 2GIS. А, 2GIS. Так, значит, он мне не дает, он... Давай-ка еще... Тебе надо окном поделиться. Давай попробуем окно. Кстати, вот получается, что абсолютно любая компания же, она может на странице своей компании 2GIS разместить ссылку на свой сертификат, правильно? Да, да. Ну, смотри, вот эта кнопка действия, она платная. Мы заключили договор на полгода, 3000 стоит вот эта кнопка в месяц. То есть вполне каждый бизнес может себе такую кнопку 2GIS заказать и туда вшить уже ссылку на сертификат. Потому что люди и так уже зашли на твою компанию. Это такой золотой момент, который нельзя упустить. И нужно сделать суперпредложение, чтобы человек в эту кнопку провалился. И вот мы проваливаемся, и у нас здесь очень много предложений. Вот, допустим... А, ну я нажимала на контакт, получить 10 тысяч баллов. Потому что 10 тысяч баллов очень, ну, привлекательно, да. Ну, это у меня сейчас выводит на веб-версию, потому что мы с компьютера. А у кого есть с телефона, там выйдет на телефон сертификат, выдаст на 10 тысяч баллов. Мы его на 90 дней, кажется, сделали. И таким образом мы увидим, что эти клиенты пришли через 2GIS, они провалились по этой кнопке. То есть в чем крутая фишка вообще аналитики, статистики, мы видим, откуда клиенты присоединились и взяли эти сертификаты. Ну вот, сама по себе эта кнопка – потрясающая возможность, которую я бы вот на месте предпринимателя обязательно попробовал. Вот если у вас ресторан, кафе, то туда же можно разместить прям кнопку, где написать ссылка там 200-300 рублей. И когда клиент выбирает, я, например, там в картах выбираю, куда я сегодня пойду ужинать, я вижу, что я сразу могу пойти со скидкой по ужину. Это может повлиять на мое решение, куда пойти. Да, я, кстати, могу показать. Мы этот тест 2GIS назвали. И смотрите, 72 человека взяли, 3 человека пришли и купили. Пока 3. Ну и вот 3 сертификата осталось активных. 72 человека взяли. Ну, я считаю, что это, в принципе, тоже результат, потому что чем дольше мы будем это делать, тем люди привычнее, им это будет. Потому что, ну, так же, как сертификаты мы раскачивали. 4 года будет 9 апреля. Да. А он еще и развивается, развивается. Да, мы еще не все возможности. Ну, то есть мы каждый день открываем новые возможности с сертификатами и просто поражаемся результатом вот этой статистики и аналитики. Давайте пойдем дальше. Есть самая, наверное, очевидная возможность, как можно сдавать сертификат. Это прямо выбрать клиента в клиентской базе конкретного и ему начислить сертификат. Вот здесь вот есть большая яркая кнопка действия с баллами на странице клиента. И рядом есть кнопочка выдать сертификат. Вы можете любому клиенту в любом моменте времени выдать какой-нибудь сертификат. Предприниматели некоторые создают сертификат для особых случаев каких-то. И, в общем-то, этот сертификат выдают, когда это необходимо. Ну, например, когда конкретно с каким-то клиентом случилась какая-нибудь негативная ситуация, да, он обиделся, расстроился, ему было невкусно, что-то ему не понравилось, выдайте ему сертификат. Или же, например, да, клиент оставил отзыв, и вы договаривались, что если вы оставите отзыв по 2GIS и Яндекс.Картах, мы вам подарим сертификат или баллы. Вот можно таким клиентам, которые вам прислали в директ скриншотик с отзывом, просто выдать вручную сертификат. Нажимаете на кнопочку, выбираете сертификат и дарите его. СССР, какие еще, может быть, я упустил сценарий, есть, когда мы сертификат вручную дарим клиентам. У тебя в практике есть какие-нибудь такие истории? СССР, ты меня слышишь или нет? СССР меня не слышит. Ну ладно, пойдем дальше. СССР, ты правда меня не слышишь? Надеюсь, что остальные меня слышат, и мы можем двигаться дальше. Сертификаты можно выдавать не только конкретному клиенту, но и целому сегменту клиентов. В клиентской базе можно выбрать клиентов мужчин, женщин, клиентов, которые давно к вам не приходили, VIP-клиентов, клиентов с определенным тегом, и выдавать сертификаты конкретному сегменту клиентов. СССР, ты меня слышишь? Да, слышу. Прекрасно. Расскажи, вот какой у тебя есть опыт выдачи сертификата по базе, когда ты выбирала какой-нибудь сегмент клиентов и что-нибудь им задаривала? Так, ну давай покажу. Покажу. Мы раздавали, мы всем раздавали. Ну это, давай вот без вот этого пушечного маркетинга по всем… Нет, имею в виду всем сегментам. А, всем сегментам. Да, имеется в виду, там базовых же четыре, это кормильцы, новенькие, вспячки, и нужно вернуть. Да, ну вот если, давай даже вот, может быть, не только про RFM анализ, да, а просто в целом, у тебя же есть фильтр в базе, да, и ты можешь какой-нибудь там выявлять сама. Было такое, что ты какой-нибудь там по фильтрам выдаешь какому-нибудь сегменту клиентов? Ну мы так не делаем. Вообще, конечно, можно. Чисто там VIP-ам этого уже, наверное, но никто так не делал, потому что они хотят всем раздать, да, и увеличить свою конверсию. А вообще, да, я говорю, что нужно выделять VIP-клиентов, это вот кто очень много потратил, ну вот реально кормильцам, да, и для них должен быть какой-то особый сертификат с повышенным списанием. Вот даже с этим владельцем, чьи сертификаты я показываю, он обучался и говорит, что до 30% нужно будет вообще возвращать, лоялить на такой процент для постоянников, потому что они постоянно, они постоянные чеки делают, прибыль, да, и поэтому логично им же очень хорошие делать кэшбэки, статусы и сертификаты с повышенными списаниями бонусов. Ну вот, давайте для всех расскажем, что, во-первых, UDS каждый месяц анализирует вашу базу клиентскую, это нужно включить сначала, если у вас это не настроено, вы должны зайти в раздел «Статистика», зайти в «Окод» «Перфоманализ» и включить, и каждый месяц UDS будет вашу базу автоматически сегментировать и выявлять различные сегменты. А вот существует мнение альтернативное, например, что вот этих кормильцев, они как бы и так к тебе приходят постоянно и денег приносят, зачем давать скидки, мы же, получается, таким образом будем недополучать денег с тех, кто и так ходит, много приносит. Может быть, надо воздействовать на тех, кого надо вернуть, то есть это те самые кормильцы, которые перестали уходить. Может быть, там попробовать кормильцев лоялись как по-другому, то есть не через скидки, а какими-то другими способами. Я тут отвечаю. Да. Так, а ты что-то спросил? Да, я спросил, что зачем кормильцев, зачем давать кормильцам скидки, если они и так ходят и много денег приносят? Мы же будем недополучать денег. Может быть, надо воздействовать скидками на тех, кого надо вернуть, которые перестали ходить, те, кто и так ходят, ну и хорошо. Очень хороший вопрос, Сережа, потому что, смотрите, кормильцы – это супер наши покупатели, которые нас уже любят. Меня слышно, да? Это Сережа зависит. Тебя слышно. Поставьте пятерку, что меня слышно. Хорошо. Нужно возвращать… Вообще всех, конечно, нужно возвращать, но в первую очередь нужно взаимодействовать со своими постоянными покупателями и большую часть, ну, больше лоялить их, потому что они нас уже любят, ходят, тратят больше, и, соответственно, им и нужно делать вот такие хорошие сертификаты, как я уже говорила, да, потому что они придут. И зачем, как говорится, тормошить тех, кто еле-еле ходит, да, когда можно своим улыбнуться, подарить всё, и те с удовольствием придут. Ну, те – это кормильцы, я имею в виду. И таким образом мы получаем ещё больше продаж за счёт кормильцев. И цель вообще бизнеса – это как раз-таки увеличить количество кормильцев, чтобы увеличить себе прибыль. Вот. Зачем нужно больше дарить кормильцам, да, чем… Ну, и мы по аналитике смотрели. Сейчас могу поделиться результатами, да, именно по кормильцам, чтобы уже, ну, показать, как это реально было. И в итоге они стали только… А, вот, совместно к кормильцам и начинающим они раздают. Это было последний раз, видимо, 27 апреля, что ли. Вот. Раздали 29 тысяч, 892 посмотрела, и 51 сертификат воспользовалась. Но это не такие прям впечатляющие цифры, но на ровном месте за 10 дней они тоже получили доход 72 тысячи. Потому что очень много сертификатов. Вот мы с Сергеем даже немножко поспорили, что зачем так много раздавать сертификатов, да, и как будто бы возникает… Перекормленность. Слежа, помоги вспомнить слово. Мы как бы… Ну, обесценивают, да, как будто бы. Так, Сережа так сказал. А я говорю, нет, наоборот. Чем больше сертификатов, тем больше возможностей мы даем для наших покупателей прийти к нам и максимально выгодно совершить еще больше покупок. А ты меня слышишь сейчас? То есть вот они сейчас стали так делать. Ну, у нас есть истории чисто вот по кормильцам, когда мы только кормильцам раздавали. Сейчас найду. Тестировали. В общем, мы за неделю, по всем, когда мы прошлись, вот, а мы даже раздавали у кого 0 баллов. Это когда мы грешили той настройкой, когда баллы сгорают через год. Кстати, сразу говорю, уберите, пожалуйста, вот эту настройку, потому что она очень негативно влияет. Вот, 24 ноября мы раздали на 7 дней сертификат. Здесь уже цифры получше. 11 800 было выдано. На тот момент у него было столько кормильцев. А 720 посмотрела, 44 воспользовалась. То есть доход пришел в кассу 80 591. Это за неделю только от кормильцев. И также, в общем, там вниз надо листать. Сертификаты лучше всего используют кормильцы быстрее приходят, потом начинающие. И уже такие плохие результаты, ну, не то что плохие, маленькие результаты, но они есть у спячки и кого нужно вернуть. Но, тем не менее, каждый месяц такие нужно делать рассылки по РФ-сегментам. Для того, чтобы ну, вот смотреть, насколько и напоминать о себе, и лоялить тех, кого нужно, и будить, и возвращать тех, кого нужно. Я тебя не слышу. Да? Сами меня слышат? Нет? Сосек, может, тебе надо включить звук? Да, лучше баллы, чтобы не сгораемые были, потому что баллы... А меня слышно? Да, к меня слышно. А Сережу я не слышу. Включи звук. Так, я сейчас обновлю. Пока Сосек обновляет, я хочу предостеречь предпринимателей от вертолетной раздачи сертификатов. Мы очень ценим наших обычных потребителей. Вы знаете, 35 миллионов скачиваний, 4 миллиона МАО. Мы видим, что предприниматели иногда спамят. То есть, клиенты пишут в App Store Play Market, надоели этим спамом. Когда клиент получает выгоду в моменте, ему очень круто, что он получил прям 100 баллов, 300 рублей сертификат, тысяча, он придет эти баллы потратить. Когда он начинает получать это каждую неделю или там, не дай бог, каждые 3 дня, может даже каждый день, то для него это превращается уже из чего-то ценного просто в спам. Он чувствует, что ему там на уши приседают и пытаются им манипулировать. И мы видим, что это приводит иногда к отключению пошведомлений, иногда к негативу, когда человек жалуется и даже к удалению приложений. Это совсем неприятная история. мы очень не хотим, чтобы количество активных клиентов сокращалось, поэтому важно очень держать баланс. С одной стороны, не терять связь с вашими клиентами, давать цены офферы, в то же время не быть назойливыми, не надоедать и не перекармливать. Поэтому здесь, конечно, вопрос очень спорный. Я вот в этом не полностью с СССР согласен. И поэтому, пожалуйста, ставьте себя на место ваших клиентов и задавайте вопрос, насколько это действительно уместно, будет ли это приятно моим клиентам, не слишком ли я зачистил. Пожалуйста, уважайте ваших клиентов. СССР, раз уж мы про РПМ-анализы говорили, давай прям за одну минуту покажем, как мы можем взять сегмент и отправить им сертификат, например. РПМ-анализ позволяет нам выявить самых платежеспособных клиентов, самых ценных или тех, кто перестал к нам ходить и в моменте, например, им можно раздать сертификат какой-то. Так, смотрите, вот Корнильцев у него уже подросло за полтора года, 15 623 человека и смотрите, повторные покупки 6 раз. То есть, поэтому имеет смысл сначала подарить кормильцам, потому что они уже к нам часто ходят. И средний чек, смотрите, у них, как правило, больше. Так, допустим, мы хотим кормильцам подарить сертификат. Посмотреть всех клиентов нажимаю, выбираю галочку клиент здесь, слева, потом перехожу справа. Подожди, подожди, выбрать всех клиентов сначала. Да, да, я так и хочу выбрать всех, потому что наверху, видите, здесь 25 всего, почему-то выбирается всегда, и нужно выбрать всех. И смотрите, вот здесь теперь мы видим 15 621 вышло, и выдать сертификат нажимаю. И у нас должны заранее быть созданы сертификаты вручную. Допустим, ну я сейчас не буду раздавать, но я выберу вот так, да, 7000 рублей на 7 дней и выдать. И, соответственно, я вижу, ну здесь нужно будет заранее назвать сертификат для кормильцев и дату поставить для того, чтобы потом анализ сделать, что вот в эту дату мы раздали кормильцам, а какие же результаты мы получили. Все, мы выдали, ждем, когда этот сертификат всем сядет, 15 621 человек прогрузятся, сядут, и можно этот сертификат завершать для того, чтобы у вас было еще возможность создать новые сертификаты по другим каким-то акциям маркетинговым. Хочу дополнить здесь, вот все-таки Игорь тоже сейчас нам написал, что вот как отделить выручку сертификатов, потому что кормилицам они и так бы вообще-то пришли, и непонятно, благодаря сертификату они пришли или нет. Я здесь солидарен, непонятно, благодаря сертификату или нет, не можем сказать. Кормилиц, он знает, как работает сертификат, вы его научили уже, суперлояльный человек, он может просто пришел поужинать или пришел купить что-то. Вот если предприниматель научится работать с сегментом, нужно вернуть, то это будет действительно реанимация клиентов, это будет действительно получение недополученной прибыли фактически, и вот с этим сегментом конечно надо учиться работать, но можно и выдавать сертификаты, конверсия будет естественно ниже, чем с кормильцами, потому что эти люди возможно удалить приложение, отключили пуш, и поэтому перестали ходить, но вот надо как-то с ними учиться работать, может быть позвонить, еще что-нибудь сделать, ну в общем как-то надо вот именно с этим сегментом работать, но это тема вообще отдельного вебинара, поэтому давайте пока пойдем дальше. Все вопросы, которые вы задаете, мы на них ответим, чуть позже, давайте пойдем пока дальше. можно раздавать сертификат автоматически при покупке, есть у нас такая история, то есть вы настраиваете сумму покупки, при которой раздается сертификат, настраиваете скрипт сотрудника, который рассказывает, что если вы купите на 3000 рублей, вы получите сертификат на определенную сумму, новое обновление открывает новые возможности для этой истории, поле конверсионной, позже тоже давайте по деталям проговорим. Пока пойдем дальше, надо оставаться в тайминге. С СССР с тобой очень интересно общаться, поэтому мы прям растянули наш вебинар. Да, давай, по-моему, очень интересно. Напоминаю, что у нас есть потрясающие скрипты автоматизации, то, что в UDS-админ в левом меню есть раздел автоматизации, там можно настроить сертификатами классной механики, например, сделать так, чтобы клиентам, которые давно не приходили, автоматически отправлялся сертификат или сделать так, чтобы клиентам, которые по каким-то причинам вступили в вашу компанию, но в течение трех-четырех дней не дошли, чтобы им тоже что-нибудь отправлялось и их таким образом допрогревать. Например, можно сообщение просто отправить или же, например, отправить сертификат. Эгей, ты заинтересовался нашими товарами, но еще не дошел почему-то, что случилось? Давай мы тебе еще там задарим триста рублей, чтобы ты все-таки пришел и купил. Возможно, это увеличит конверсию в доходимость новых подписчиков вашей компании, которые нашли вас где-нибудь, например, в мобильном приложении UDS. Или же, например, можно запускать акции, что там в течение тридцати дней люди, которые купят у нас на десять тысяч рублей, получат сертификат на тысячу рублей со сто процентов погашением. Пожалуйста, участвуйте в нашей акции. Вот это все делать можно. Этому посвящены отдельные видео, можно найти вебинар на тему автоматизации. Может быть, мы в ближайшее время перейдем к какой-нибудь круглый стол на эту тему. Сейчас погружать сюда не будем, чтобы у нас осталось время для обсуждения такие обновления. Еще есть у нас кросс-маркетинг. Это целая отдельная просто наука, отдельное направление. Все, наверное, уже знают, что такое кросс-маркетинг. Это когда наши сертификаты раздают другие компании, а мы раздаем сертификаты в другие компании, соответственно. Здесь, я знаю, что с эсэк, наверное, много о чем есть рассказать, но, наверное, остановлюсь на этом. Это другой уже вебинар, да. Да, вот Юля пишет, мы так средний чек повышаем, кросс-маркетинг крутая штука, очень крутая штука, но мы сейчас просто здесь утонем. Пожалуйста, воспользуйтесь этой историей, тоже разберитесь. Ну, конечно, дарите на день рождения сертификат. Сертификат дарить круче, чем баллы, потому что у сертификата есть классный визуал, потому что сертификаты есть дата сгорания, поэтому, если у вас настроены баллы, то подумайте о том, чтобы поменять их на сертификат на день рождения, потому что это гораздо, гораздо круче. Сережа, можно я тут дополню? Когда вы дарите сертификат на день рождения, это же подарок, да, делайте его максимально дольше, не надо там, чтобы он был там на 5 дней, на месяц, люди уезжают на день рождения в другую пору, в другую страну, и они не могут воспользоваться вашим подарком, да, в какой-то определенный срок. Я говорю, это подарок, но сделайте его, пусть он в год висит, пусть он полгода висит, это подарок, да, зачем дарить подарок на месяц, и он потом еще демонстративно сгорит, да, люди обидятся, но так не делается, то есть мы же, когда подарок дарим, мы же его навсегда дарим, поэтому это делюсь вот именно личным опытом, не делайте такую манипуляцию на день рождения, и можно вернуть Сережа назад быстренько, где я новичкам вступил, но не купил, я сейчас ушла, посмотрела в топ-1, мы тоже им дарим, и у них очень классная статистика, то есть мы дарим 300 рублей, да, 7 дней действует этот сертификат, 12 тысяч на сегодня 400 раздали, и полторы тысячи посмотрела, то есть посмотрела гораздо больше, да, новички сразу смотрят, видите, у них этого опыта еще нет, и они получают пуш, они сразу смотрят, это 12% просмотра, это шикарная цифра, то есть в эти сертификаты можно прямо очень выгодные делать предложения, потому что посмотрели, ну а это воронка продаж, раздали, сколько посмотрела, и какой-то процент пришли и купили. Вот у нас все. Хорошо, пойдем дальше, вопросы все видим, позже на них ответим, сейчас мы переходим прямо непосредственно к теме сегодняшнего вебинара, наконец-то, надеюсь, что у вас еще свежая голова, потому что информации было очень много, сейчас мы говорим про отложенные сертификаты, неделю назад в UDS админ появилась возможность выдавать сертификаты, создавать сертификаты, которые действуют не прямо сейчас, а позже. Как это выглядит для клиента, вот он получил сертификат, который можно использовать в данном случае, мы видим с 7 марта только, и у него есть картинка, есть текст, который вы можете добавить, все у него есть, но QR-кода использует сертификат пока нет. После 7 марта в данном случае у него появится QR-код, он сможет его показать на кассе и использовать, получить скидку. и это открывает довольно большое количество возможностей для того, чтобы клиентов привезти, например, какое-то там отдельное время. Очень гибко мы все сделали, спасибо вам за обратную связь, я думаю, что здесь есть люди, которые писали нам об этом, о том, чтобы сертификаты можно было выдавать по дням, мы постарались учесть желания и советы всех, кто нам написал и сделали максимально гибко. То, что теперь настраивая выдачный сертификат, можно указывать как их количество дней, так и конкретные даты. Обратите внимание, что слева у нас есть вариант по дням. Мы создаем сертификат и указываем, как быстро его нужно активировать после получения. Если здесь пусто, если мы в первом поле ничего не пишем, то клиент сразу получит активный сертификат и сразу на кассе может его потратить на следующую покупку. Это наша история с допродажами. Купили на 3000 рублей, получили сертификат и давайте еще сразу купим десертик, аксессуар и так далее. Но мы можем поставить один, например, как в этом случае. И что произойдет тогда? Мы клиенту выдаем сертификат на кассе при покупке автоматически и он этот сертификат может потратить только на следующий день. Таким образом мы оставляем деньги в кассе, если это какой-нибудь супер репотребляемый бизнес, типа кофейня. Человек хотел купить кофе, мы ему сказали купи на 500 рублей, мы тебе подарим 100 рублей, возьми еще десерт. Он взял десерт, получил сертификат на 100 рублей, но потратить он его может только на следующий день. Таким образом мы в текущий день оставляем деньги в кассе, еще и средний чек подняли, а клиент к нам придет на следующий день, чтобы сертификат потратить, и мы и чек подняли, и еще купили купили его следующий визит к нам. Короче говоря, при помощи этой первой настройки мы можем регулировать, как быстро станет активным сертификат. Можно сделать так, чтобы он стал активным через неделю. Время действия. Этот параметр вы знаете, он у нас есть довольно давно, можно его оставить пустым, сертификат будет действовать бесконечно, можно сделать так, чтобы сертификат действовал 30 дней, 60 дней и так далее. С другой стороны, в правой части вы видите возможность настроить сертификат по числам. То есть, опять-таки, если мы заполним только второе поле даты окончания, но не заполним первое, то мы выдадим сертификат, который будет действовать до 17 марта. В принципе, тоже довольно понятная история. У нас мексиканские недели в ресторане. Поэтому до 17 марта воспользуйтесь этим сертификатом, чтобы попробовать все вот эти наши новые прекрасные блюда. Или же мы, например, можем проанонсировать какую-нибудь акцию, то, что у нас мексиканские недели начинаются с 11 марта. Получи сертификат и приходи с 11 по 17 марта, чтобы его потратить. Оба этих поля тоже не обязательны. То есть, мы можем не заполнять дату активации и у нас будет сертификат прямо сейчас активный. У него будет дата сечения конкретной 17 марта и же можем сделать сертификат, который будет у нас свечен, но активируется только 11 марта. Очень много здесь различных кейсов как-то можно использовать и мы сделали это максимально гибко, чтобы вы все ваши марсиновые фантазии смогли воплотить при помощи этого инструмента. Я знаю, что СССЕК уже сейчас попробовал использовать сертификат, который создается при помощи вот этих историй и что-то у них там получилось. СССЕК поделись пожалуйста опытом. А я по-моему уже его показывала. Ну давай посмотрим еще раз. Еще раз. А еще у меня вопрос у самой сертификат вот мы сделали такой сертификат на 7 дней я уже вот дата активации вот это вот после мы сегодня репетировали вот это нужно убрать после 00 она так непонятно. Мы не видим твой экран, поэтому покажи пожалуйста. Так, не видишь сейчас запустить экран окно выбрала поделиться. Видно? Да. Вот сертификат создали 19 февраля на 7 дней дата активации вот после 00 это вот непонятно было, да? Да. Вроде днем создавали. Дата окончания 25 февраля закончилась, то есть в 00 уже все завершилось действие этого сертификата и раздали всем вручную. Ну вот это уже мы видели. А у меня вопрос по так можно твою вот ты говоришь, что вечно она может стоять, да, если дату окончания не оставить, да? Но она будет одноразовая, одноразовый сертификат. Да. Вот, а хотелось бы, чтобы был многоразовый, то есть его вечно брать, но кто-то хочет так. Это вот для тех, кто стоит в рекламе. То есть несколько вечных сертификатов, то есть один сертификат вечный. Чтобы его не создавать, не тратить на него времени. Для бизнеса, ну конкретно в моем случае, кто у меня встал в рекламу, в сторис, в слайдере, они как бы, они уже все, они уже проанализировали, поняли, это работает, и кроме того, что они сами еще вовлекают входящий поток и показывают, что если у тебя нету много бонусов, но ты берешь большой букет, ты можешь взять сертификат на 500 рублей здесь и, ну, как бы, воспользоваться выгоднее, да, у нас, чтобы у него вот это, как это, ну, возникло приятное ощущение, что здесь выгодно реально, мне помогают, да, экономить. И хотелось бы вечный сертификат, который не нужно создавать 100-500 раз каждый месяц. Мы уже все поняли, это работает, и нам просто нужно сэкономить время. Мы получили обратную связь от ССЭК, ССЭК молодец, она пишет нам форму обратной связи, поэтому, пожалуйста, все, у кого есть обратная связь, пишите нам. Я думаю, что здесь есть люди, которые нам пишут, спасибо вам большое, это действительно влияет на наше обновление, поэтому продолжайте писать, все ваши идеи, они никуда не деваются, они все будут воплощены рано или поздно. Не знаю, ССЭК, насколько быстро это будет реализовано, то, о чем ты говоришь, в ближайшее время в планах у нас такого нет, но не знаю, в будущем, почему бы и нет, подумаем, как это реализовать. Давай подумаем, вот сходу, какие какие возможности, ну, прям вот практически, да, открывает вот эта история. Вот эта история открывает, смотри, это когда можно, вот как делают контент-план на месяц СММщики, да, или маркетологи, это тоже можно все заранее сделать, да, и по всем ключевым датам, по маркетингу, там, в общем, к каким-то событийным, да, мероприятиям, датам это все применить, то есть, не так, что я там напоминаю, вот завтра 8 марта, а вы там раздали сертификаты все, но я обычно всем все равно пишу, да, в общий чат, но круто, когда, сейчас я могу сказать, так, возьмите и на весь марта распланируйте все сертификаты, когда они выйдут, и вы сэкономите. Здесь не следует путать отложенную рассылку сертификатов и отложенное действие, то есть, когда мы создаем сертификат отложенный, мы его раздаем сразу, правильно, то есть, мы вот его создали, и когда мы отправили клиентам, клиент получит пуш-уведомление, что у вас появился сертификат, он туда заходит, такой, о, сертификат, у меня действует только с 8 марта, ничего себе. вот, тогда нужен отложенный, тогда выпуск отложенного сертификата. другая задача, это хорошо, что мы это проговорили, потому что, возможно, у других тоже было такое понимание. Есть второй нюанс, то, что сертификат, в момент, когда сертификат активируется, клиент получит пуш-уведомление, да, о том, что ваш сертификат активен, можете им воспользоваться, но, есть нюанс, что он его получит только в том случае, если с момента получения прошло более трех дней, то есть, чтобы не было, опять-таки, вот этого заспамливания, что вот предприниматель такой, о, я сейчас делаю сертификат, который завтра у меня начнет действовать, и клиент сразу две пушки получит, хотя, ну, как бы, вот он только что получал пуш-уведомление от вас, и поэтому, если вы раздали сертификат, он больше, чем через три дня будет активирован, то клиент повторно получит пуш-уведомление, э-э-э, пушку, ваш сертификат можно потратить. Вот так вот это работает. Ладно, протестируем и скажем, что еще можно добавить. У меня в голове здесь довольно понятные вещи, открываются понятные истории. Первое, это про сертификат отложенный, поэтому у нас уже просили бизнесу, у которых бывает несколько чеков в день, то есть, это бары, кофейни, да, где человек постоянно может подходить и забирать, им очень не нравилась история с сертификатом, повышение среднего чека, потому что человек этот сертификат сразу же тратит и может быть там окей, да, до продажи, но все-таки недополучают деньги в кассе, потому что и так бы второй раз бы купил в течение этого дня. А теперь у нас есть возможность сертификат перенести на другую дату. Вторая история это то, что мы можем действительно гибко регулировать, в какие даты клиенту тратить этот сертификат. то есть, например, мы знаем, недалеко не секрет, что выходные трафик выше, чем в будние дни. Я сейчас фантазирую, я не знаю, насколько это сработает, но может быть, стоит попробовать раздавать сертификат, который будет действовать только в будние дни, например, до четверга или до пятницы. Да, да. Посмотреть, насколько это действительно увеличит там доходимость. Или тот же самый сертификат, который через соцсети раздается, может быть, действительно его выдать на там среду, которая может быть в этом заведении провальным считается, потому что никто туда не приходит. Давайте попробуем этим сертификатом каким-то образом регулировать трафик по дням. Уважаемые коллеги, предприниматели, партнеры, может быть, у вас есть идеи, как это можно использовать. Поделитесь с нами, тоже напишите в чат. Я думаю, что здесь многим будет полезно. И обязательно, конечно, в чатах тоже делитесь с другими партнерами о том, как это сработало в вашем конкретном случае, потому что нам, как разработчикам, тоже очень интересно знать, и мы понимаем, как нам продукт делать лучше, когда узнаем конкретную историю, как вы используете UDS. Можно я по этому тоже добавлю? Раз это отложенный будет иметь срок. То есть нужно будет еще анонсировать это в пуш-уведомление, что будет такой сертификат. То есть тоже анонсировать, говорить, что скоро выйдет такой сертификат. Не упустите, смотрите, он уже есть, но вот такого-то числа оповещать заранее везде, и в соцсетях, и в UDS, и на кассе обязательно, потому что у нас нет еще той культуры, чтобы люди сами заходили и смотрели сертификаты. И это не только относительно вот этого обновления, а в принципе вообще перед или после, или перед тем, как вы создаете сертификаты, создавайте еще пуш-уведомления, новости, и пуш-уведомления выпускайте по этой новости, что вы раздали сертификаты. Я всем еще своим клиентам говорю, да на всякий случай просто пусть они зайдут и посмотрят, какие у них есть сертификаты. Это для того, чтобы, допустим, у нас есть цветочные магазины, где очень большая клиентская база, если он только один пуш отправит, и скажет, зайди и посмотри все свои сертификаты, заодно покупатель может увидеть не только цветочного базара, а еще и других компаний. Таким образом, каждая компания, когда просит посмотреть, какие есть сертификаты, они могут увидеть еще и соседние. Поэтому обязательно анонсируйте и учите персонал тоже показывать, где находится этот сертификат, потому что не надо там как-то думать, что люди сейчас получат пуш, все увидят. Ну, вы видели, да, что один один и три процента всего посмотрела, да, из ста процентов. то есть правде в глаза смотрим и еще учим видеть эти сертификаты самостоятельно, потому что они все знают вообще, где это находится. Вот по своему опыту, вот как обычного потребителя, я скажу, что меня битит, когда вот мне прям много пуши приходит. то есть окей, мне присылали сертификаты, я получил пуш-уведомление об этом. Если мне удогонку еще придет но пуш по новости о том, что мы раздали сертификат, ну как бы окей, я же пушки эти получил, давайте лучше, не знаю, может в соцсетях рассказать об этом. Вот, вот, мы уже с этим столкнулись, да, Сережа, мы уже с этим столкнулись, что мы раздаем, да, отправляем пуши, и мало кто уже вообще эти пуши слышат, да, ну может быть видят вечером хотя бы, но раз они ни то и ни другое не делают, мы вам на кассе покажем. Вот, я про это. Да, чтобы такого не происходило, опять-таки то, что люди не видят пуш, это возможно следствие того, что их очень много приходит, поэтому берите внимание вашего клиента, и другие каналы тоже используйте для того, чтобы рассказать о том, что сертификат действует, что он появился и так далее. Там у нас в чате есть просьба, Дарик просит показать, как создается сертификат, который будет действовать раз в неделю только по средам. Смотрите, возможности автоматизировать эту историю нет, но есть возможность создать сертификат, который будет действовать только в отдельную среду, какую-то конкретную, то есть соответственно что мы делаем? Мы создаем сертификат, который будет действовать, когда у нас будет среда ближайшая, 28 февраля, дата активации 28 февраля, дата окончания 28 февраля. Мы таким образом создали сертификат, который будет действовать в одну конкретную среду. Если вы хотите, чтобы в следующую среду сертификат тоже действовал, вы этот сертификат прекращаете его выдачу и создаете новый сертификат, который будет действовать в следующую среду. Есть только такая возможность на данный момент. Не знаю, Дарья, насколько вам это актуально, но вот это должно быть так. Видимо, мы ставим сертификат, который выдается вручную, с вот такими датами активации и окончания, и раздаем его по базе. Я вот так вот вижу решение вашего вопроса. Ну вот это может быть, много было запросов, но у меня такого запроса не было. Я за то, чтобы сертификаты были как можно, наверное, дольше, ну там месяц, две недели, да, когда создают очень короткий срок, мне самой как будто неудобно, я не успеваю иногда, да, и такая досада какая-то возникает. Ну, у всех по-разному, но я мотивирую тем, что пусть он подольше будет, да, зато за это время вы делаете касание, что у людей есть сертификаты, чтобы они как можно больше конверсии было. И по аналитике я вижу, чем, ну, допустим, за месяц больше придет и активирует сертификат, и спишут, да, его, чем за неделю. Это вот по аналитике так и есть, что за неделю меньше пришло людей, чем за месяц. Ну, вот я думаю, что здесь все-таки все индивидуально, то есть есть разные типы бизнеса, есть даже разные стратегии, да, то есть если бы это не работало, то, наверное, бы там крупные маркетплейсы, да, типа там Алиэкспресс, Азона, они бы не делали предложение часа и дня, когда вот надо что-то быстро забрать и потратить. Я думаю, что оба подхода, они, в принципе, разумны, и здесь предприниматель должен пробовать сам и смотреть, что конкретно в его случае срабатывает. Так, Влад пишет, Сергей, вопрос не по теме, он болеешь, клиент совершил две покупки, но в UDS отражается только первая покупка. Что нужно сделать? Это на запорт написать, спросить. Да, да, да. Вот, если честно, не понимаю даже, как такое может получиться. То есть он оба раза, получается, использовал код из UDS, сотрудников вводил в кассу, но операция только одна, UDS. Может быть, кто-то удалил. Напишите, пожалуйста, действительно на саппорт, мы так просто с вами не разберемся, пусть наш специалист вам ответит. Можете позвонить на горячую линию или обратиться по почте supportsobaku.uds.app. Можно подскажу, когда какие-то такие ситуации возникают, нужны доказательства, видео, фото, что вот было, вот так вот, и какие-то неполадки. Ты больше подробностей, тем проще, и решение вопроса. Идем дальше, давайте попробуем ответить на все вопросы, пока не села зарядка ноутбука. Турчина Юлия пишет, если мы создаем сертификат для лидов 2GIS, но постоянные клиенты, которые на нас с нами, могут тоже этим воспользоваться, просто зайдя в раздел сертификаты. Как-то их можно засекретить? Вот этот вопрос, интересно. Получается, что для лидов 2GIS какой сценарий сертификат? Ну, постоянные, которые... Ну, а зачем? Почему вы, наоборот... Это круто, когда лояльные клиенты, как говорится, чит-код взломали, да, и зашли в 2GIS еще взяли. Не надо ограничивать. Вообще, когда ты подразделяешь так, да, еще тем более постоянникам, не надо. Не надо обламывать. Да, конечно, это, наоборот, круто, что постоянники догадались, из 2GIS еще взять, это вообще просто высший уровень пользования UDS, это просто им, не знаю, медаль выдать на месте за... Да, это все вовлекает, это все лояльность. Здесь надо просто, опять-таки, отталкиваться от математики, то есть мы не просто, да, начинаем деньги раздавать, такие, ну ладно, он же у нас первый, давай ему что-нибудь дадим. Надо исходить из-за маржинальности всегда, то есть выдавать сертификаты, которые, ну, не бьют просто, как бы, по вашей экономике. Пусть воспользуются там 100 тысяч человек, вы будете в плюс, если вы правильно посчитали экономику. У нас есть отдельный вебинар на эту тему о том, как правильно настраивать бонусную программу, там очень хорошо эксперты UDS отвечают на вопрос, как это посчитать, обязательно посмотрите. А у нас, ну, в общем, я думаю, что выдавать надо в самых разных точках касания, вот, если это не назовем. Ну, человек сам пошел на карты искать ваше заведение, ну, увидел, что еще и со скидкой можно прийти, классно. Я думаю, что надо пробовать. Так, ищем еще вопросы. Поддержку, так, по номеру нет возможности списывать, или это как-то можно настроить? Да, это можно, пишите в поддержку. Так, скажите, как сделать так, чтобы клиенты, которые просто зарегистрировались по номеру телефона, но не скачали приложение и пользовались UDS, как это информировать? Самый простой и самый действенный способ – это сотрудники на кассе, которые рассказывают о том, что надо скачать приложение UDS. У нас есть сертификаты, которые мы рассылаем постоянно. Пожалуйста, скачивайте. И вообще бонусы списывать можно только с приложением. Пожалуйста, скачивайте. Вы можете делать, выгружать базу номеров телефонов, какие-то делать, там, обзвоны, рассылки. Будет ли в этом конверсия, мы не знаем. Скрипт нужно придумать. Класс, если бы мне позвонили, извините, что перебиваю. Я просто на обзвонах сидела раньше, да, и когда говорила, что вы у нас покупали, все ли у вас хорошо, вот у нас еще новинки. Ну, а здесь можно позвонить и сказать, здравствуйте, Валентина, вы у нас покупали, у вас там еще есть 257 баллов. Вы можете их получить, если вы скачаете UDS. Или даже 257 рублей, которые вы можете потратить у нас в магазине, но скачать UDS. Конечно, я захочу скачать. То есть на языке выгоды сначала поговорить и таким образом донести информацию. Да, вот смотрите, в этом же есть ценность оцифровки. Мы же как раз-таки клиента просим установить приложение для того, чтобы с ним потом контактировать. Потому что пока он ставил нам номер телефона, это сложно. Да, это можно сделать, но это действительно дорого. А UDS позволяет бесплатно с базой коммуницировать. Зайцев Александр спрашивает, будут ли сертификаты выдаваться через Telegram-бот. Мы не знаем. Конечно, технологическая возможность для этого есть, но мы пока этого не делали. Потому что хочется начать работу и понять этот продукт, пока он простой. Есть ощущение, что части предпринимателей, которые не хотят заморачиваться с маркетингом, нужны как раз-таки простой инструмент, в котором нет никаких сертификатов, просто бонусы начисляй, списывай. Мы будем ориентироваться на рынок, будем ориентироваться на вашу обратную связь. И, возможно, в будущем сертификаты через БОТа выдаваться будут и появятся работы с сертификатами. В ближайших обновлениях таких планов нет. Но, опять-таки, будем ориентироваться на обратную связь. Переходим к следующему вопросу. Вот тут прочитаю, было бы хорошо, если подарочные сертификаты на день рождения можно было разделить на статусы и раздавать по разным статусам клиента. Ещё раз скажу своё там, да, что я бы не делила, потому что, ну, день рождения, зачем это лишние движения, несколько раз сидеть и сдавать, когда один можно всем подарить, и всё. А там уже кто придёт. Если вы хотите по разным статусам, вы просто создаёте такие сертификаты и дарите независимо от дня рождения. Всё. Здесь вот вопрос по блогерам. Ксения Гусева пишет. Добрый день. Получит ли блогер кэшбэк за использование сертификата? Рекомендация таким образом будет отработана. Здесь надо дать пояснение, что сертификат в данном случае это инструмент статистики. То есть вы создаёте сертификаты и блогеру даёте ссылку. Блогер раздаёт сертификат, и вы на странице сертификата видите оборот. Что вот по этому сертификату пришло 500 тысяч рублей. И вы с блогером изначально договаривались, скорее всего, что вот со всего оборота я тебе там отдам 10%, 5%, 20%. Потом в дальнейшем вы просто блогеру скидываете эту картиночку и рассказываете. Вот 500 тысяч пришло. Значит, с меня там 50 тысяч рублей, 5 тысяч рублей. Вот как договаривались, вы ему там как бы платите реальными деньгами. В принципе, справедливая история. Или, например, начисляете баллов на эту сумму, заходите в UDS Admin, начисляете ему бонус на эту сумму. Здесь я ей тоже ответила, что если они хотят, чтобы этот блогер ходил в магазин ваш или вашего клиента, то тогда первый вообще сториз должен быть, как присоединиться к этой компании и свою реферальную ссылку дать. И тогда ей за покупки по сертификатам тоже блогеру упадут кэшбэки. Поэтому здесь, да, смотря, какое техзадание будет блогеру. Но я бы так сделала. От цифровалого блогера взяла бы ее рефссылку, и чтобы она еще к себе присоединила и сама ходила как покупатель. Потому что блогеры тоже целевая аудитория. Давайте пойдем дальше. Ольга спрашивает. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что сертификат необходимо ставить дополнительно для какой-то определенной акции, а не использовать уже действующий, который уже используется в качестве приветственных баллов. Но вообще всегда сертификат лучше создавать отдельно для каждой акции, потому что если мы используем отдельный сертификат, то мы максимально уверены в цифрах, что эти цифры касаются нашей маркетинговой активности, можем чисто замерить ее эффективность. Поэтому лучше завершать старый сертификат и создавать новый всегда. Сейчас отображается статистика по клиентам, которые использовали и не использовали сертификат. Нужна статистика по операциям с использованием сертификата. А какая статистика по операциям вам нужна? Количество денег, которые принесли сертификат, у нас есть. Количество использований, в общем-то, тоже есть. Напишите, пожалуйста, подробнее здесь. Просили нас написать, показать, как создавать ссылку на сертификат для соцсетей, показали. В общем-то, ссылка на раздачу сертификата, она универсальная для соцсетей, для всех остальных способов. Сертификат соцсетей на конкретные продукты. По факту клиент может потратить на любой товар в торговой точке. Здесь есть разные практики. То есть, в принципе, да, мы задумывали сертификат как универсальную штуку, которую можно потратить на любую скидку, но мы знаем, что есть предприниматели, которые просто пишут в картинке или в тексте, что этот сертификат можно потратить на вот этот товар. И, в общем-то, когда сотрудник на кассе принимает сертификат, он сам уже как бы регулирует и смотрит, можно или нельзя его потратить. Так. Будет ли возможность видеть клиентов, которые сертификат посмотрели, но не использовали? Пока мы об этом не думали, возможно, такая возможность появится. Пока сказать не могу. Так. Какие еще вопросы мы не ответили? Когда будет нормальная сегментация и более расширенный спектр фильтров для бизнеса с большим количеством филиалов, в ближайшее время, в ближайшем обновлении появится фильтр, который будет называться канал коммуникации. Он позволит выявить клиентов, у которых есть Apple Wallet карта, Telegram код, номер телефона или же мобильное приложение UDS. Это тема отдельного вебинара вообще, поэтому сейчас туда глубоко залезать не будем. Если вам нужны какие-то фильтры, пожалуйста, напишите нам, какие конкретные фильтры вам нужны. Если мы говорим про филиалы, здесь существует довольно дискуссионный вопрос, как нам определить клиента к филиалу, как нам понять, что клиент к нему относится. Тоже, пожалуйста, напишите нам форму обратной связи, как вы хотите, чтобы это все работало. Потому что мы, в общем-то, хотим решить эту проблему, просто пока немножко не понимаем, как это сделать лучше. Потому что у разных бизнесов привязка к филиалам работает по-разному. Так, вопросы, которые были вначале, мы ответили, возвращаемся в конец. Какие способы напоминания клиентам о том, что у них есть сертификат, и им нужно воспользоваться до определенного срока? Какие есть способы, СССР? Так, а где ты читаешь? Какие способы напоминания клиентам о том, что у них есть? Ну, мы же говорили, это пуш-оведомления, это соцсети, и это на перекасовой зоне. От сервиса тоже сами отправляем пуш-оведомления за несколько дней до сечения срока. А вот, кстати, расскажи, за сколько? За сутки. Раньше было за 7 дней и за сутки, а сегодня? Насколько я знаю, за 7 дней, насколько я помню. Так, с информацией по клиентам, которые воспользуются сертификатом, непонятно, что делать. Ты как-то используешь эту информацию? На самом деле, вот почему мы эту информацию выводим, чтобы вы максимально прозрачно понимали, то есть, что это цифры ненарисованные, что сертификаты привели к вам бизнес 500 человек, чтобы вы могли честно вот прям зайти и посмотреть, что это за люди, и могли понимать, что мы не цифры рисуем, а показываем вам реальную статистику. Как это можно использовать? Не знаю. Было бы еще круто, это знаешь, где отражать в графике, где график с столбики. То есть, вот все транзакции, да, они такие зелененькие, да, именно с сертификата можно было туда же. Вот, допустим, 100 было транзакций в целом за сегодня, да, а из них 57 было по сертификату. Вот так, было бы круто. Я бы тогда понимала, да, что, ну да, классно по сертификатам стали работать. Подумаем о том, в таком отчете. Вопрос еще. Клиент же может воспользоваться одним сертификатом за плату одного человека. Все правильно. После того, как сертификат использован, он считается использованным, и в дальнейшем клиент уже не может потратить. Подскажите, пожалуйста, Сергей, будет ли отображение наличия сертификатов API? Хотим, чтобы сотрудник видел, есть ли у клиента сертификат или нет прямо в 1С. Напишите, пожалуйста, в форум обратной связи. Возможно, такое в планах уже есть. У нас есть отдельная команда, которая занимается интеграциями. Возможно, задача уже у них запланирована. Но если вы напишите в форум обратной связи, лишним это точно не будет. Так, 8 сертификатов маловато. Можно ли увеличить количество? Можно, напишите на саппорт нам, пожалуйста. Вам расскажут, как это сделать. Там есть определенные варианты апсейлов. Вы можете заплатить денежку, и сертификат станет больше. Но опять-таки, если вы старые сертификаты будете просто прекращать их в выдачу, то 8 вполне достаточно для компаний средней маркетинговой активности. Так, не увидели мой вопрос, пишет Дарья. Я продублирую. Когда человек использует сертификат, потом меняет состав покупки, и продавец отменяет операцию по UDS в 1С, сертификат сгорает. То есть он уже активировался, и возможности заново использовать нет. Бывают такие случаи. Поэтому у наших клиентов есть еще вшита ссылка на сертификат в акцентной кнопке. На главной странице есть еще сертификат. Но даже если он использован был, то должен быть еще такой запасной на QR-коде сертификат на прилавке. Вы его вот так вытаскиваете и даете. Ну, разве что так. Да, вопрос хороший на самом деле. Это не слишком частый кейс, поэтому при разработке функционала мы это не сделали изначально. Наверное, это надо сделать в перспективе, и я надеюсь, что мы это сделаем. Дарья, спасибо за этот вопрос. Сейчас только вручную, как говорит ССЭК. А вообще в дальнейшем, да, хотелось, чтобы это было автоматизировано. Здесь, да, уже должен быть продавец тоже, как бы, убедиться. Поэтому я говорю, будьте внимательны, потому что сертификат один раз используется. И, допустим, мы дарим на 500 рублей сертификат, это 15% списания. Мы проговариваем, что человек, допустим, на 2000 всего берет, и у него спишется всего 300 баллов. И мы говорим, до продажи делаем, что можно максимально, чтобы использовать, чтобы остальные баллы не сгорели в этом сертификате, еще добрать, и таким образом максимальную выгоду получить. Это все, конечно, продавец должен проговорить. И таким образом получить средний чек высокий. И, как бы, сертификат, он реально ценность в том, что он один раз дается со всеми выгодными бонусами. Поэтому, когда такие случаи случаются, я сразу говорю, ну вот, сами проворонили, и теперь клиент стоит и недовольный. Асесек, мы, кажется, ответили на все вопросы, которые были. Да. Получилась очень насыщенная беседа. Мы могли бы еще дольше разговаривать про сертификаты, потому что это настолько широкая тема и столько тут различных возможностей кейсов. Надеюсь, что это было полезно для тех, кто пришел на сегодняшний вебинар. Надеюсь, что вы для себя узнали какие-то новые возможности, надеюсь, что появилось понимание о том, какие новые фишки появились в сертификатах, то, что можно теперь создавать отложенные сертификаты. Если вы вдруг придумаете классную какую-нибудь историю, обязательно напишите нам, как вы это делаете, чтобы мы потом рассказали остальным предпринимателям. Делитесь опытом. Желаем вам удачи в освоении этих сертификаций. Спасибо тебе, СССР, огромное за такую беседу. Я надеюсь, в ближайшее время обсудим еще что-нибудь с тобой, с другими экспертами. Напишите в чате, пока вы не вышли, какие темы вы хотели бы, чтобы мы в таком формате разобрали. Поэтому можно дополнить, что сертификат вышел 9 апреля 2020 года. Это было самое начало пандемии, локдауна. На Бурятию 3 локдауна пришлось, поэтому эти сертификаты тоже были… Ну вот мы их начали сразу тестировать, и раньше сертификаты были без ограничения по списанию, то есть они согласно бонусной программе раньше списывались. То есть если мы дарили 100 рублей по сертификату и были приветственные 100 рублей, в сумме это было 200 рублей. И мы при таких вот настройках всячески пытались, но самое главное – это реально тестировать и смотреть из всех-всех экспериментов, какой самый лучший дал вам результат. Поэтому я благодарю наших разработчиков, Сережа, тебя тоже за то, что кросс-маркетинг у нас получил вообще шикарные инструменты для повышения среднего чека, для вовлечения. В общем, это инструменты манипуляции так-то. Поэтому я говорю, начисление, начисление, списание по сертификату – это круто. А вот которые баллы и кэшбэки мы по кэшбэкам получили, пусть они будут всегда моими и никогда не сгорают. Поэтому… А вот манипуляции со сгоранием – это уже по сертификату. Пожалуйста. Спасибо, ССЭК, спасибо всем. Давайте встретимся на следующих вебинарах и круглых столах. Совсем скоро в официальных каналах мы расскажем о темах следующих вебинаров и круглых столов. Всем до свидания, хорошего дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...